МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Имеет значение, но место встречи изменить нельзя. Спасибо, ребят, очень круто. Наконец-то выскажу, что так. Только на Радио Болтком в любое время дня и ночи. Программа «Встретились, поговорили». Добрый вечер всем, кто нас слушает. В вечернем эфире Радио Болтком очень интересный гость. Обладатель золотой кнопки YouTube, публицист, блогер, переводчик, пародист и разработчик компьютерных игр Дмитрий Пучков, известный по творческим псевдонимам «Гоблин», миллионам своих поклонников. У Дмитрия есть свой сайт «Опер.ру», который посещает более 120 тысяч пользователей в сутки. И YouTube-канал Дмитрий Пучков имеет больше 2 миллионов подписчиков. Здравствуйте, Дмитрий. Добрый вечер. Здравствуйте. Поводом для встречи мы выбрали Международный день актеров дубляжа, который отмечается в апреле, 16 числа. Этот эфир мы анонсировали заранее, и у нас поступили вопросы от наших коллег-журналистов из медиа-клуба «Формат А3». Вот у нас вопросы из Литвы, из Латвии много наших коллег-журналистов, и из Белоруссии. Со мной эфир ведет моя коллега-журналист Наталья Захариат. Здравствуйте. Очень приятно. Здравствуйте. Вот. И первый вопрос, так как у нас широкая аудитория. Дмитрий, вот вас считают героем медиакультуры, и термин «гоблинский перевод», он, в принципе, уже вот как нарицательный, вошел прочно в лексику, да? А буквально пару слов. Почему вы гоблин? Когда-то давно нес службу в милиции, там нас называли гоблинами, а поскольку я был старший оперуполномоченный, то как-то вот прилипло. Вот все, конечно, в основном фанаты, они все в восторге от ваших смешных переводов. У вас есть правильные переводы и смешные. И для смешных вы придумываете сценарии не хуже оригинальных. Нет у вас каких-то идей переосмыслить что-нибудь на тему пандемии? Нет, конечно. Это достаточно сложный и длительный, так сказать, творческий процесс. Таких фильмов я сделал всего шесть штук, закончил заниматься этим, если правильно помню, году, наверное, в 2008. В 2008 шуток у меня больше нет. Я и сяк, и больше таким не занимаюсь. Дмитрий, вы обладатель золотой кнопки YouTube. Вот что это за такой знак отличия? И как вы его получили? Ну, это такая пластмассовая кнопочка в коробочке с стеклом на стенку вешать. То есть, когда у вас образуется 100 тысяч подписчиков, YouTube выдает вам серебряную кнопку. Когда образуется миллион подписчиков, YouTube выдает золотую кнопку. И вроде как, если 10 миллионов, там, не знаю, бриллиантовую, может быть, но, повторюсь, они пластмассовые, просто цвета такого. У вас есть и серебряная, и золотая, соответственно. Сначала 100 тысяч, потом миллион, да. В принципе, ну как, этот знак отличия считается для интернет-сообщества, как «Оскар». Это золотая кнопка YouTube. Не сказал бы, нет, нет. «Оскар» – это все-таки за конкретные заслуги, за некое произведение, а это за количество подписчиков. По совокупности заслуг. Ставляются лично у меня обычно, так сказать, со скоростью, обычно это 15 тысяч новых подписчиков ежемесячно, но вот пандемия наступила, стало 25. То есть, гораздо больше подписывается. Но я бы это ни к каким призам приравнивать не стал. Это констатация факта. Вот вопрос журналист Елены Смеховой. Насколько на YouTube все честно? Иногда просто изумляет, что вот господин X или Y собирает невероятное количество просмотров, при том, что, в принципе, смотреть там абсолютно нечего. Понятно, что накрутки еще не показатель успеха. А что тогда показатель? Ну, это же на некой, так сказать, дистанции надо смотреть. Не бывает так, что вот один ролик какой-то там гениальный, и по нему делать некие выводы. Ну, например, не так давно можно было посмотреть на количество лайков и дизлайков. То есть, если у вас ролик посмотрели, миллион просмотров, например, а там тысяча лайков и 20 дизлайков или еще меньше. Ну, что-то тут не так, вы знаете. Есть способы, так сказать, легальной, абсолютно честной накрутки, когда вы просто умело распространяете это. Платите деньги и распространяете. Есть методы нечестной накрутки, например, закупка просмотров в Китае, где специальные ботовые фермы, ты там 5 тысяч рублей дал, тебе 100 тысяч накрутили. Это для того, чтобы ввести в заблуждение рекламодателей, чтобы показать, что просмотров больше, соответственно, за рекламу надо платить больше. Ну, на мой взгляд, надо это как-то честнее быть. Для меня такие вещи какие-то... Я таким не занимаюсь, в общем-то. На мой взгляд, надо делать интересный контент, так сказать, а там само все собой образуется. Мечтать про то, что каждый твой ролик будут смотреть 10 миллионов раз, это как минимум глупо. Да, ничего интересного там такого быть не может, смертельно интересного. Ну, к хорошим результатам надо стремиться. 100 тысяч просмотров – это уже хорошо. Мы все помним бумажную прессу, где издания, выходящие тиражами в 100 тысяч, это очень-очень большая редкость. А через интернет, пожалуйста, можно. Охват аудитории гораздо больше. Так, и дальше у нас блок вопросов о кино. Вот постакалиптика и антиутопия в кино, да, вот в основном это голливудские такие сюжеты. Как вам кажется, могут ли вообще сценаристы накаркать какие-то катастрофы? Потому что эпидемии, взрывающиеся небоскребы были показаны, а потом это приходит и случается в жизни. Нет, тут, на мой взгляд, как раз наоборот. Это просто творцы, как люди с обостренным, так сказать, психическим восприятием, они ощущают нечто такое витающее в воздухе, воплощают это в своих творениях, а то, что это случается потом, ну, ничего необычного. Например, теракты на планете Земля происходят постоянно. Бывают теракты, ну, я не знаю, кого-то там убили, например, журналиста. Это печально, но событие не планетарного масштаба. А могут самолетами влететь в небоскребы и убить людей гораздо больше. Ну, и то, и другое, оно только масштабом отличается. А то, что творцы это чувствуют, ну, так это задача творцов. Их отличительное качество от нас. Улавливают. Образы русских в американском кино. Вот почему это все сплошь недоумки и злыдни. А в российском и советском кино, в принципе, американцев не представляют как каких-то особенных врагов и бандитов. Ну, потому что у них пропаганда такими нас изображает. А Советский Союз к американскому народу относился крайне положительно. И считал, что вот гуржуи, возглавляющие американский народ, они нехорошие. А сам американский народ добрый и хороший. Поэтому нормальные американцы, они у нас нормальные люди в нашем кино. А у них пропаганда вот такая, к сожалению. Вы, кстати, как-то сказали, что на ваш взгляд американская пропаганда в сотни раз мощнее промывает мозги, чем даже советская в советское время. То есть вы имеете в виду именно кино? Ну, кино – это основной инструмент пропаганды. Еще Владимир Ильич Ленин говорил со слов Луначарского. Из всех искусств для нас важнейшим является кино. То же самое могут сказать про себя американцы. Если вот вы возьмете какой-нибудь там фильм, я не знаю. Первое, что на ум приходит, какой-нибудь шпионский мост. Про то, как над территорией Советского Союза сбили самолет разведчика, и пилота Пауэрса обменивали на нашего разведчика Абеля. Ну, посмотрите. То есть там накал идиотии такой, что оторопь берет. А когда смотришь, кто режиссером там, ужас. Стивен Спилберг – не самый тупой человек. А сценаристами там братья Коэны. Вообще гении американского кино. И при этом изготавливают вот такие пропагандистские помои. Если у верхних слоев интеллигенции в головах вот такое творится, страшно подумать, что творится в башке у американского работяги. Поэтому ничего удивительного в том, что нас вот такими изображают, нет. У нас приближается 9 мая. Накануне Дня Победы всегда особенно активизируются различные заявления об отрицании роли советских солдат в победе. О том, что их подвиги – это миф советской пропаганды. Вы помогали собирать деньги на фильм «28 панфиловцев». Вот ваше мнение, почему вот это происходит у нас в мире, и, в частности, почему вокруг фильма «28 панфиловцев» разгорелись такие страсти? Ну, это тоже часть пропаганды. То есть, есть объединенный Запад, во главе которого стоят Соединенные Штаты Америки, которые этот самый Советский Союз всегда расценивали как это по-умному, как экзистенциальную угрозу, то есть угрозу своему собственному существованию. Вкладывались огромные деньги, миллиарды, десятки и сотни миллиардов в то, чтобы этот самый Советский Союз развалить. Вкладывались чудовищные деньги в пропаганду, оплачивались предатели, работали «Голоса Америки», «Радио Свободы» и другие замечательные организации со стороны Соединенных Штатов, которые нам непрерывно рассказывали, что все предки наши были подонками, тварями и убийцами. Ну, то же самое происходит и сейчас. То есть, когда долго за этим смотришь, ничего удивительного нет. Да, для них мы не считаемся. Обратите внимание, что, например, в каком-нибудь художественном фильме «Спасение рядового Райана» или, там, не знаю, «Торл Харбор», там никаких русских нет вообще. Никаких абсолютно. В войне воевали Соединенные Штаты, и они же в этой войне, как известно, победили. Если вы поинтересуетесь чуть поглубже, вы узнаете, что самая главная битва Второй мировой войны, она была вовсе не под Сталинградом и вовсе не на Курской дуге. Она была у Атолла Мидуэй. Вот это вот эпохальное событие. Ну, что тут можно сказать? То есть, если для нас средоточие мысли, культуры, экономики и всего остального, если средоточие вот этого всего для нас Соединенные Штаты, ну, повторяйте, за Соединенными Штатами, да. Они вам скажут, кто вы такие и где ваше место. Ну, а если есть хоть какая-то там, я не знаю, толика уважения к собственным предкам, к собственной стране, ну, наверное, все было немножко не так. Хотя бы примитивно, давайте поинтересуемся, сколько дивизий вермахта воевало на Восточном фронте и сколько на Западном. Какие потери были на Восточном фронте у вермахта и какие на Западном. Ну, и в конце концов, давайте уже поинтересуемся, кто же взял Берлин, кто же Гитлера до самоубийства довел в конце концов. Вот самим надо делать. Никто вместо нас о нас не позаботится. И горевать о том, что мы в фильмах американцев дураки, а о нашей победе они не помнят, бесполезно. Ну, вот, в принципе, фильм «28 панфилсов» это был народный проект. Это средства собирались на краудфандинговых платформах, да? Очень, да. Да, то есть получается, что, в принципе, с точки зрения народа, да, это тема... То есть они приняли этот фильм, но в то же время, когда фильм вышел, на него обрушились. Ну, тут правильнее сказать следующим образом. То есть, что фундамент был заложен гражданами, которые принялись сдавать на него деньги. Граждане насдавали 35 миллионов рублей. Министерство культуры Российской Федерации поддержало порыв граждан и выдало еще 30 миллионов рублей. Министерство культуры Казахстана выдало еще 19 миллионов рублей. Потом Министерство культуры дало 100 миллионов возвратных денег, которые надо вернуть на рекламу фильма. Ну, и до 180 миллионов, по-моему, в бюджет внес отечественный российский бизнес. То есть нельзя сказать, что это снято совсем на народные деньги. Но если бы не эти народные деньги, то ничего бы не было снято вообще. Да, фильм, естественно. Ну, вы же понимаете, то есть этих граждане принимаются кричать, что никаких панфиловцев не было, все это ложь. Начинаешь задавать вопросы. Немцы-то на Советский Союз напали? Да, напали. До Москвы дошли? Да, дошли. Оборона Москвы была? Да, была. Панфиловская дивизия там оборонялась? Да, оборонялась. Вот конкретно политрук Клочков и вот этот вот взвод там сидел. Не, ну их было не 28, а сколько? 32 или 24? Что это меняет-то? А вы посмотрите на карту. Там вот такие окопы, это сейчас видно, что там 28 человек не поместится. Ну, поздравляю. Значит, их было еще меньше. А вот журнал боевых действий немецких танкистов, а там написано в журнале боевых действий, что вот в этом месте, на этом направлении, в этот день шли ожесточенные бои. Это, понимаете, если там, я не знаю, вернуться к каким-нибудь трамстам спартанцев, спартанцам, которых царь Леонид там в фермопильском проходе держали оборону. Чисто на всякий случай. Вот 300 спартанцев живут в веках. Чисто на всякий случай. Их там было 7,5 тысяч человек. Не спартанцев. А тех, кого спартанцы штыками под зад пригнали защищать родину. Ну и дальше что? Это как-то отменяет подвиг 300 спартанцев? Ну, глупость какая-то. Это история, ставшая легендой. Да, легенда, да, легенда. Только Москву отстояли, а нацистов не пустили. Людей, которых... Вот это вот так корежит, то, что советские люди отстояли свою родину. Ну, на мой взгляд, они представляют интересный... Интерес для спецслужб, чьи интересы они обслуживают. Это раз. И для психиатров, что у вас вообще в башке. Это два. Дмитрий, а вы входили в общественный совет при Министерстве культуры в качестве эксперта по оценке сценариев, на которые давали финансирование. Вот почему... Не давали. На предмет пригодности к государственному финансированию. Вот так. Почему на экран выходит так много фильмов, в которых жизнь в России показана беспросветной, что действительно, вот прям вот так все страшно, что жить не хочется? Затрудняюсь сказать. То есть, это, опять-таки, то, что творится в головах у творцов. Творцы, которые, как правило, подавляющая масса, живут в Москве. Живут... То есть, благосостояние их радикально отличается от, так сказать, уровня материального положения большинства населения России. Что у них там плохо, что они об этом знают, как плохо. Лично для меня загадка. Вот такой, так сказать, создался тренд. Ну, знаете, это еще давно когда-то фильмы Гайдая. Это что-то низкое и такое нехорошее. А вот фильмы Тарковского это хорошо. Поэтому давайте все снимать что-то вот унылое, мрачное. За это вам будут давать премии. А вот за это нет. Ну, и если творец хоть как-то мечтает об Оскарах, я не знаю, там, Каннах, Венециях, то надо снимать антисоветчину и как все в России плохо. Иначе вам удачи на фестивалях западных не видать. Обратите внимание, все, что пропихивают на Оскара, это какая-то унылая, совершенно тупая антисоветчина. Как какой-нибудь там край, где там про девочку, воспитанную паровозами, или какие-нибудь дорогие товарищи. Ничего другого в истории Советского Союза не было. Надо только самую гнусь выбирать и про это снимать кино. Печально все это. Дмитрий, вы как-то сказали, что не могу сказать, что я стоял у истоков Рунета, но блогером, наверное, оказался самым первым. Мне тогда было 38 лет. А как пришла идея стать блогером? И о чем вы начали вещать в первую очередь? Я могу сказать, что я стоял у истоков и до сих пор стою. Просто я скромный и такого не говорю. Ну, как-то так. То есть увидел, что образовался интернет. Я сам себя считаю жизнерадостным графоманом. Люблю писать, слова в предложениях переставлять. До сих пор этим занимаюсь. Вот такая возможность ни журнал, ни книга, куда не пролезть. А вот раз ты написал... Я когда сайт построил в 98-м году, наверное, да. 23 года я этим уже занят. Ну, на него в первый же день пришла тысяча человек. То есть это по тем временам было очень-очень много. Сейчас ходит где-то там примерно 120, по-моему. Спасибо. Сегодня у вас было выставлено видео с заголовком «Что грозит русскому Ютубу?» Что там происходит? Ну, Ютуб, как, наверное, любая... Это не социальная сеть, конечно, но в общем и целом это частная лавочка. Лучше всего было видно, что там происходит на примере Твиттера и Фейсбука. То есть когда вот там всенародно избранный президент Трамп что-то пишет в Твиттере, а Твиттер берет его и банит. А потом СНН показывает его выступление на, так сказать, ну, по каналам СНН. В середине выступления Трампа передача отрубается, а диктор говорит, вот здесь Трамп несет какую-то ахинею. Вот что я вам скажу. С одной стороны это какая-то дикость, это же всенародно избранный президент, правильно? Как это вы вот такую цензуру устраиваете? А с другой стороны это частная лавочка, они что хотят, то и делают. Это все абсолютно законно и ничего предъявить нельзя. Ну, вот то же самое в Ютубе происходит. То есть если там оно с одной стороны здравое, но как только заходит на политическую территорию, здравым быть перестает. здравое, например, в том, что нельзя показывать там, не знаю, ну, самое примитивное, там, обнаженное тело человеческое, мужчин, женщин, без разницы, порнографию какую-то. Причем есть четкая градация, что если это, например, нечто медицинское, то совершенно спокойно показывайте с медицинской точки зрения, что хотите. Нельзя показывать убийства, нельзя там терроризм рекламировать и прочее, и прочее. Это все абсолютно правильно. Но как только дело заходит про политику, то вдруг начинаются какие-то странные вещи. То какой-то канал заблокируют, то какой-то ролик удалят, то еще чего-то. Поскольку контора огромная и расположена в США, то нам ничего не объясняют. А если объясняют, то это проходят там дни, недели, месяцы, и как-то грустно. Вот тут полтора месяца назад этот самый Facebook взял и заблокировал мой аккаунт, а я не помню там у меня сколько там, может 60, может 80 тысяч подписчиков, я не помню. На запрос в чем дело, а надо удостовериться, что это именно вы. Пришлите нам документ, я сфотографировал права, послал, вот уже второй месяц, скоро закончится два месяца, я все жду, там все время вылезает табличка, извините, в связи с пандемией быстро не успеваем. Спасибо большое за понимание. Ну, пожалуйста, конечно, но в общем-то я взрослый человек, мне извиняюсь, 60 лет, я никакой ахинеи не пишу, и кто там вот этим развлекается, мне непонятно и зачем. Печально все это. Сейчас мы прервемся буквально на полторы-две минуты на рекламу и продолжим. Оставайтесь с нами. Мы знаем, вы слушайте Радио Болткома. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Кулакова Час в час, минута в минуту, Радио Болткома. Мы говорили о блокировании аккаунтов и роликов в Рутубе, в Ютубе, а скажите, Дмитрий, а вообще в принципе вы ощущаете какую-то цензуру, вы обо всём можете в России говорить? Я повторюсь, я взрослый человек, у меня есть понимание серьёзнейшее, что можно, а что нельзя. Знаете, выкрики в стиле каких-то идиотских подростковых оскорблений главы государства, например, ну на мой взгляд это не цензура, это правило хорошего тона наличия и отсутствия воспитания. И это как-то странно. Если за то, что у нас есть там персонажи, знаете, которые например публично призывают сотрудников милиции, полиции заживо сжигать в печах на главных площадях городов. если такие люди, если вот за такие высказывания подтягивают к уголовной ответственности, ну на мой взгляд совершенно правильно делают. Цензуры как таковой лично я не вижу вообще. Вот не знаю, у нас есть так называемая оппозиция, её конечно смешно оппозицией считать, но тем не менее у них есть свои ресурсы, они на этих ресурсах пишут и показывают всё, что хотят. Вот Лёша Навальный снимает там какие-то псевдоразоблачения, вываливает их на Ютуб, они там по 100 миллионов просмотров собирают. Если у нас есть цензура, то совершенно непонятно, куда она смотрит эта цензура и чем она занимается. Цензуры в том понимании, как мы, бывшие советские люди, её понимаем, у нас её нет вообще. Да, вам не разрешат там ругаться матом в телевизоре или на радио, ну так обратите внимание, вот мы с вами сидим и безо всякой цензуры ничего подобного не делаем. На мой взгляд, всё руководствуется только здравым смыслом и воспитанием. А вот должен ли блогер нести ответственность за фейк-ньюс? Обязательно. Вот, к примеру, то, что вы упомянули, тот же фильм Навального про дворец, про этот, который нашумел. Это разные вещи, на мой взгляд. То есть, есть то, что там несёт опасность обществу, есть большую, и то, что не несёт. Вот, знаете, у нас как-то случилась трагедия. В городе Кемерово там загорелся торговый центр, в нём кинотеатр был, загорелся этот кинотеатр, и в зале кинотеатра погибли взрослые и дети. Вот, например, там граждане, люди собрались на площади, пока там тушение идёт, вот, выбегает персонаж на площади и начинает орать. Вот, власть вам говорит, что там погибло 50 человек, а на самом деле погибло 500. Вот вы здесь стоите, а власть сейчас экскаваторами закапывает ваших жён и детей вон там, в лесу. Ну, знаете, в военное время паникёров их расстреливают обычно сразу, вообще, без суда и без следствия. Поймали, расстреляли. В мирное время, что с таким... Для чего этот гражданин подобные вещи говорит? Он говорит исключительно для того, вот, если я, отец, стою в этой толпе, у меня там погибла жена и дети, и мне говорят, что сейчас их там экскаваторами закапывают, ну, первое, что сделает нормальный мужчина, пойдёт домой, возьмёт своё охотничье оружие и пойдёт штурмовать полицейский околоток для того, чтобы захватить нормальное автоматическое оружие. Оттуда пойдёт штурмовать местный этот обком, райком, я не знаю, как это сейчас называется, райсовет. И, то есть, это вот для этого делается, да? А малолетние балбесы вот это вот, всё это тащат в интернет, сразу показывают, вот она, обжигающая правда. А потом второй этап обжигающей правды. А вы знаете, что на самом деле это евреи взяли и вывезли детский дом в Кемерово, там повели в кино, заперли в кинозале и всех сожгли. Это вот такая кровавая жертва. Ну, за такое, как вы считаете, надо отвечать или нет? Я считаю, что по этому человеку зона просто плачет. Просто плачет. То есть, ты разжигаешь национальную рознь, ты подбиваешь людей на вооружённый мятеж, ну, место твоё на нарах, там, дадут тебе лет пять. Подумаешь, правильно ты говорил, неправильно. Если вот этот бред распространяют так называемые блогеры, а я не хотел, я хотел просто другую точку зрения донести, тоже пять лет, и ты подумаешь над тем, какие точки зрения доносить надо, а какие не надо. Вы же понимаете, что вот вы, как, я надеюсь, журналисты, возможно, у вас есть профильное образование. Вам, наверное, объясняют, что такое верификация информации, то есть проверка её на самую примитивную правдивость. Если вы работаете в некой газете, журнале, там, я не знаю, на сайте на крупном, то там всё это отлаженный технологический процесс, потому что это профессия, надо проверять, нельзя нести ахинею, вас по судам затаскают, ваше издание закроют, разорят и всякое такое. А тут Вася блогер, он ни перед кем не отвечает, он ни за что не отвечает, он несёт любую ахинею, не думая вообще, не задумываясь ни о чём. А дальше он, я ни за что отвечать не должен. Ну, как же не должен? Будешь и ответишь, и уже отвечают, и массово садятся за это. На мой взгляд, совершенно справедливо. Дмитрий, а вот в этой связи очень интересно ваше отношение к феномену успеха Юрия Дудя. Ну, я тут, с моей точки зрения, Юрий Дудя, он не одинок. Это большой коллектив с хорошим финансированием. Юрий Дудя, он лицо, так сказать, этого коллектива. Ну, какой там феномен, никакого феномена нет. Давайте денег, я вам трёх дугей воспитаю немедленно. Ключевое это вовсе не в Юрии. Ключевое в том, что к нему, например, приходят, я не знаю, там, Дмитрий Киселёв, Никита Михалков, Эдуард Лимонов. Вот вы попробуйте заманить к себе Никита Сергеевича или Дмитрия Киселёва. Я вас уверяю, что нет. Выбираются персонажи, которые, так сказать, к которым публика имеет интерес. У него аудитория молодёжная, и, соответственно, вот там всякие рэперы. Рэпер такой, рэпер сикой. И, естественно, это привлекает страшное внимание. Дальше вкладываются деньги в раскрутку. У роликов миллионы просмотров. Всё прекрасно. Если бы Юра был один, ну, сам по себе, и записывал всё на свой телефон, ну, эффект был бы несколько другой. А так очень грамотный коллектив, очень грамотно всё делают. Молодёжи страшно нравится. Успех. Вопрос про фильм «Ирония судьбы». Вас цитируют на разных сайтах. Появилась информация, что американский режиссёр Мариус Вайсберг, вот бабушка лёгкого поведения, который снимал. Он уже американский. Он же наш вроде. Илья ослышался. Мариус Вайсберг. Американский, говорят. Да. Намерен снять ремейк советского фильма «Ирония судьбы». И цитируют, что «Гоблин» предрёг этому фильму провал. Почему? Во-первых, это неправда. Я ничего не предрекаю. Я не Ванга. У меня нет таких способностей заглядывать в будущее. Я говорил совсем про другое. Я говорил про то, что это американское кино, современное американское кино. А значит, там, например, вместо этого Женя... Женя, как его фамилия была? Лукашин. Женя Лукашин. По всей видимости, должен быть чёрным пареньком. Я так думаю. В свете, так сказать, нынешних этих тенденций, наверное, он не водку с друзьями пил, а принимал какие-нибудь интересные вещества. Водка – это для скотов, а вот интересные вещества – это интересно и благородно. Это для образованных людей. И употребив интересные вещества, и перепутав квартиру или дом, что он там... Он там встретит существо того же пола, что и он. При этом Женя, может, сам поменял пол. И вот он встретит там тоже мужика, и у них вспыхнет любовь. Возможно, белого. Это будет о дружбе, межрасовой дружбе. И вот такое кино, да, может быть. А успех это или провал, никто не знает. Вопрос из Белоруссии пишут, что в 2019 году вы приезжали в Белоруссию, и на встречах с вами были аншлаги. Тогда это было стабильное, спокойное время. Буквально через год все изменилось. Страну встряхнуло. Следите ли вы за ситуацией, и что думаете о будущем союзного государства? Ну, встряхнуло, да. Белоруссия вообще, вы знаете, вот прекрасная страна и прекрасные люди. Сколько раз бывал, вот замечательно. Каждый раз самые положительные впечатления. Лично мне в Белоруссии страшно нравится. Чистота, порядок, все там скромно. Там нет никакой, я лично не видел никакой вот этой показной вызывающей роскоши, как это у нас теперь принято. Там ничего этого нет. И люди, я бы вот как главное отметил, что такие, знаете, с чувством собственного достоинства. Низачем не бегаем, никому не поклоняемся. Вот у нас вот так. Так, живем мы скромно, но спим на чистом, как говорится. Вот. Ну, то, что происходило в Белоруссии, ну, а что тут удивительно? Что мы там первую цветную революцию видим, что ли? Это не революция, правда. Я бы это так не называл. Я бы называл это попыткой государственного переворота, чем, собственно, любая цветная революция и является. Это была неудачная попытка государственного переворота. Ничего не получилось. И слава богу, что ничего не получилось. То есть, белорусы спокойно живут дальше, спокойной, нормальной жизнью. А вот если бы получилось, и туда бы, например, зашел европейский капитал, что вроде как подразумевалось. Интересно ли Мерседесу, что есть конкурирующий автомобиль МАЗ? Я вас уверяю, нет. И его закроют, этот МАЗ. Нужны ли им там какие-то производства? Нет, не нужны. Все это на постсоветском пространстве мы видели. Производство закроют, люди потеряют работу. А их будут лечить, как нас в России 30 лет. Лечили тем, что мы наконец-то получили свободу. Огромное спасибо. Мне бы денег хотелось в первую очередь. Свобода – это вторичное. Первичное – это накормить детей и семью. Вот это первичное. Дайте мне работу, чтобы я мог работать, обеспечить себе нормальное существование. А это уже все остальное. В 90-х годах я в милиции служил. У меня первая зарплата была 26 долларов США на старте. А когда через 6 лет уволился, было 180. Это мало. Просто мало. И сказки про свободу лично мне не нужны. Мне нужны деньги для того, чтобы кормить семью и выращивать детей. В первую очередь. Вот и есть экономическая стабильность. Значит, есть возможность работать, кормить детей и обеспечивать семью. Считаю, что белорусам повезло, что вот так вот пронесло. Дмитрий, вы позиционируете свой сайт как систему формирования человека нового типа. А что это за человек такой? Ну, это я иронический, как вы понимаете. Конечно. Сложно сформировать человека как такового, а нового типа особенно. Ну, как? Советский Союз развалился. Например, стало гораздо больше самой разнообразной информации. Можно почитать про это, можно почитать про то, узнать всякое. Глубоко образоваться. Какие книжки читать, какие фильмы смотреть. Скорее, вы знаете, не про воспитание, он такой лайфстайл. А мы живем вот так. Вот это едим, вот это читаем, вот это смотрим, вот к этому стремимся. Вот как-то так. А как все-таки очень важно в любом случае это количество просмотров, чтобы аудитория ждала и ставила лайки. Как вы находите баланс вот между тем, что вам интересно, собственными интересами, и тем, что интересно зрителям? Вообще никак. Даже задачи такой перед собой не ставлю категорически. Я занимаюсь только тем, что интересно лично мне. Если это интересно еще кому-то, это очень хорошо. Заходите, смотрите, читайте. Всегда рад, так сказать, визитам. Но если не интересно, интернет беспредельный. Смотрите то, что интересно лично вам. Поэтому я считаю, что если задаваться какими-то там рейтингами, еще чего-то, я считаю, что это для индивида это тупик. А поскольку я индивид, то я таким не занимаюсь. Что вы вкладываете в понятие «хороший фильм» и какие картины можете назвать своими любимыми? Ну, обычно цинично говорю. Если фильм мне нравится, лично мне, то он хороший. Это всех бесит. Но если шире, так сказать, смотреть, то «хороший фильм», в моем понимании, это всегда интересная история, интересно рассказанная и показанная. Вот, знаете, есть такие образцы типа «Побег из Шоушенко», какой-нибудь там «Крестный отец», который там в рейтингах всегда занимает первые места. «Зеленая миля». Вот это простые, понятные зрителю истории со всякими перипетиями. Если взять какие-нибудь, я не знаю, сериалы, вот, наверное, смотрели там какого-нибудь «Во все тяжкие» или там «Сопрано», где там характеры на протяжении сотен эпизодов разворачиваются. Прекрасно. Но, повторюсь, это всегда интересная история, качественно показанная и рассказанная. Вот, вовсе не обязательно для этого какие-то там спецэффекты, чтобы были, как в каких-нибудь «Мстителях», где там все это мелькает, стреляет и все такое. В Советском Союзе, например, наши любимые советские фильмы, ну, не знаю, там «Мемино», «Джентльмены удачи», я не знаю, «Иван Васильевич», там же нет никаких спецэффектов. Это фильмы про людей. Хорошая история, хорошо рассказанная и показанная. Вот, как-то так. Вот такой вопрос пришел. В переписи населения в России больше тысячи шутников записали себя как эльфы и гоблины. И Росстат демократично разрешил людям идентифицировать себя как им угодно. Ваше мнение? Ну, с одной стороны, какие-то смешные проделки, с другой стороны, если это серьезный подход. Если можно записать себя эльфом или гоблином, почему я не могу сказать, что мне 150 лет, например? Что я, там, не знаю, ни мужчина, ни женщина, а инопланетянин. Ну, почему нельзя? То есть это доведение серьезного мероприятия до идиотии. Хорошо, что таких всего тысяча нашлась. Вопрос от журналиста Игоря Мейдана из Латвии. Почему, на ваш взгляд, теперь в России, да и не только там, все больше людей с ностальгией высказываются об СССР и, с сожалению, о распаде Союза? С одной стороны, память обладает таким свойством, как она вытесняет, человеческая память вытесняет все плохое, а хорошее бережет и оставляет. Поэтому люди стараются вспоминать только хорошее. С другой стороны, развал Советского Союза, ну, это у кого как. У кого-то родственники были, я не знаю, вот у вас в Прибалтике, у вас относительно тихо и спокойно, а где-нибудь ближе к югу, а там гражданская война шла. У многих этих самых родственников просто убили. Другие родственники бежали оттуда, бросив вообще все за всю жизнь нажитое. Это трагедия натуральная. То есть, когда несут какую-то чушь, нам дали свободу и демократию, всегда хочется задать вопрос, а ты сколько сирот кормишь лично ты? Сколько? Не сколько, ну, тогда рот закрой со своей демократией и молчи. Потому что столько горя людского было, что как-то было бы странно, если бы про это не помнили. А что из последних ваших выпусков и сюжетов набрало максимальное количество просмотров? То есть, какие резонансные события, персоны? Да я, честно говоря, не слежу. Обычно много просмотров набирают политические новости. То есть, если вот рассказывать про некие текущие события, это да, это много и активно смотрят. Разборы художественных фильмов, разборы сериалов, вот такое много смотрят, да. А так, честно говоря, даже не акцентируюсь как-то. А за чьими блогами вы следите? Не за чьими. У меня есть сайт, где там вот народу много ходит, там посетители притаскивают всякие интересные линки, ну, ссылки на какие-то там новости, ролики, еще чего-то. Вот только по таким хожу. Для, если, не могу сказать, что там целенаправленно за чем-то слежу, ну, вот есть такой у нас видеоблогер, бэткомедиан, который разбирает отечественные фильмы, как правило. Вот его регулярно смотрю, да. Очень смешные разборы, очень весело. Талантливый паренек смешно получается. Остальное эпизодически. Вот тут недавно вышел какой-то ролик про кибердеревню, как там какая-то русская деревня с роботами на Марсе. Очень-очень смешной. Все смотрели. Недавно вышел про какой-то киберпоезд, где тоже там с роботами, тоже смешной, но менее смешной. Вот тоже посмотрел. А так, нет, целенаправленно ни за кем не слежу, никуда не хожу. Я сам все произвожу, мне некогда. А вот просят спросить, знаете ли вы, что есть такой фантастический роман «Демоны в Ватикане» Александра Рудазова, автора. И там, значит, делегацию из местных фантастических народов собирают эльфов, людей, демонов. И там есть герой такой, переводчик, гоблин. Это единственное отображение в литературе или были еще? Ну, в начале двухтысячных было много на сайт. Все время присылали там какие-то эти фотографии из страниц, из романов там, да. Ну, в смысле, из произведений, условно так скажем, из всякой фэнтези и прочее, да. Частенько попадалось. Ну, честно, не слежу и не смотрю. Бывает, наверное. Гоблинским переводом очень часто обозначают любую пародийную озвучку фильма. Вот даже это, если не ваш перевод. Вот как вы к этому относитесь? Никак. Как к дождю. Ну, так сложилось. Что я могу с этим сделать? По большей части, естественно, раздражает, потому что там, как правило, это какие-нибудь тупые дети возьмут мультфильм «Трое из Простоквашина», начнут ругаться матом, а затем это приписывают мне. То есть творчество малолетних идиотов – это, оказывается, я. Это не я. Я таким не занимаюсь. О фильме «Игры шпионов». Буквально на днях на вашем сайте была выставлена беседа с Юлией Меньшовой. Она там рассказывает, как она пошла в кино на любимого своего Бенедикта Кембербриджа и была в шоке от того, какой этот фильм получился, как антироссийская гибка в чистом виде, что тебя оскорбляют за твои же деньги. И вот она возмущается. Зачем в России это прокатывают? А вот ваше мнение, зачем? Деньги зарабатывают. Мы при капитализме живем. У нас все вокруг про деньги. Зарабатывают деньги. Вот такое кино. Ну, наверное, прокатчик этого шедевра считает, что российским зрителям страшно интересно. Ну, наверное, части интересно, да. Вот этим, которые кричат, что 28 панфиловцев не было, им страшно интересно. Предатель Пеньковский для них, например, никакой не предатель. Он же против коммунистов был. Он же хороший. Он все правильно делал. Он не предал, а предвидел и своевременно перебежал на сторону победителя. Что не так? Ну, для меня тоже, честно скажу, удивительно, что подобное прокатывают. Ну, как-то это. Министерству культуры надо быть более бдительным, на мой взгляд. Вот вы говорите, что для перевода неимоверно сложен Тарантино. Я так не говорю. Нет. У Тарантино очень много текста. Безумное количество текста. Причем текст, как правило, все эти пассажи, персонажи, они абсолютно бессмысленные. Они нужны только для того, чтобы долго-долго нести какую-то околесицу, а в конце – бам! И кого-то застрелили. Вот. Усыпили бдительность зрителя бессмысленными разговорами, а потом – бам! И что-то случилось. То есть, мне, как переводчику, прием понятен, но текст крайне неинтересный. Вот. Вы сотрудничаете с Ростелекомом и делаете переводы для интерактивного ТВ и ВИНК. Над чем сейчас работаете? Вот, как раз делаю сериал «Во все тяжкие». В этом месяце сдаю уже окончательно третий сезон. Еще два сезона осталось. Успешно продвигаюсь. Очень хороший сериал. Очень интересный. На мой взгляд, вот, гениальный. Я бы два выделил. «Сопрано» – самый гениальный. «Брэйкинбэт» – тоже гениальный, но немножко не про то. Но заслуживает самого пристального внимания. Если не смотрели, настоятельнейшим образом рекомендую. Дмитрий, сейчас Министерство культуры России очень активно поддерживает любые молодежи… Ну, не любые, а очень много молодежных проектов. Вот скажите, а как вы можете в целом охарактеризовать, какой период сейчас переживает культура в России, на ваш взгляд? Я ж не молодежь, я не знаю. Одно время наблюдал какие-то там эти молодежные сборища, сборы, так скажем, условно, на Селегере. Я там не бывал, не знаю, что там происходило. Все руководители, по-моему, уже эмигрировали в Соединенные Штаты и остались очень довольны руководством российской молодежью. Пару раз бывал на Таврите, где это в Крыму, значит, там собирают молодых людей, и эти самые молодые люди, ну, они там, как бы это, как это правильнее сказать? Ну, вот тут собирают в одну смену писателей, в другую там режиссеров, в третью сценаристов. Да, молодые люди очень серьезные, приятно смотреть. У всех горят глаза, занятые любимым делом, к чему-то стремятся. Лично мне было интересно. А другого ничего не вижу. Спасибо огромное за беседу. Наше время эфира подошло к концу. Напоминаем, что с нами был публицист, блогер, переводчик, пародист, разработчик компьютерных игр Дмитрий Пучков и, пожалуйста, сайт опер.ру. Присоединяйтесь, смотрите. Спасибо вам большое. Удачи. Всего вам доброго. Иногда мы заслуживаем отдыха от суеты, дождя, неожиданной драмы и таскания тяжестей. Так что передохни. Попробуй услуги интернет-магазина Риме. Покупай на Риме.ЛВ и выбери для себя самый удобный способ.